Приветствуем нашу зрительскую аудиторию. Сегодня хотел бы вместе с вами, дорогие друзья, поразмышлять над одним важным вопросом. Кто может быть на небе? Это вечная тема, тема, которая волнует всех. Я думаю, что каждый хотел бы знать, попаду ли я на небе. Но прежде всего маленькое отступление. Вы знаете, сегодня очень много тем для рассуждения. О чем говорят люди? Я помню, когда-то в Запорожье мы вышли с церкви, а буквально через несколько домов там нас ждал один местный житель, который так зло на меня посмотрел. Все, поете! А вот это как раз было время, когда утонула подводная лодка комсомолев. Простите, не комсомолев, курс уже тогда. Вот о чем надо молиться. И действительно, мы должны молиться о том, что актуально, что важно, но вместе с тем есть такое понятие истина для настоящего времени. Если мы должны реагировать на все, что происходит, и помолимся о болезни, о съезде, о мире, безусловно, обязательно, но есть одна важная тема, которую мы не должны никогда забывать, потому что от нее зависит наше вечное общество. Попадем ли мы на небо? Вы знаете, я эту тему уже говорил однажды, мне понравилась однажды история, я вспоминаю, наш пастор, один из пасторов, однажды проводил встречу в Днепропетровске, и мы собрались вот так вот, ждали, когда он приедет. Руководитель, это был тогда президент конференции, он таким чувством юмора был человек. Его задержали какие-то гости, приезжали иностранцы. Вот я вижу, он влетает в двор, забегает туда, ну подвели, то ли там не приехали, то ли что-то. Знаете, вот эта фраза мне у него понравилась, и он говорит, ну вот как с такими жить на небе? Знаете, друзья, вот сегодня я хотел бы немножко поразмышлять об этом. С какими людьми хотели бы мы жить на небе? Каких людей Господь хотел бы взять на небе? Ведь это самое важное для нас. А попаду ли я, а соответствую ли я эти характеристики? Захочет ли Бог взять меня на небо? Будет ли мне там хорошо или нет? Поэтому сегодня вот такая вот интересная тема, которую я бы разделил на две части. Прежде всего, она чем-то похожа на вопрос, который задают молодые люди, ища себя спутника жизни. Вот как найти настоящего, лучшего, самого хорошего, или самую хорошую, может быть, самую красивую, вот как мы говорили сегодня на уроке, на что обращать внимание? В мире сегодня распространено мнение, что на самом деле есть где-то идеальная твоя половинка. Она идеальная. Вот она просто твоя. Если ты ее нашел, дальше все равно как встал на эскалатор, он в небо тебе привезет, дальше уже все будет счастливо. Так? Так считают люди. Ищи твоя половинка. Как вы считаете, это правильно или нет? Люди в возрасте, как вы считаете, есть ли идеальное, что уже, если ты нашел идеальную половинку, то уже все решено? Еще зависит от тебя. Еще зависит от меня. И от половинки тоже. Все действительно очень важно и сложно. Как? Как найти такого человека, с которым, да, нам придется расти, совершенствоваться, смиряться, терпеть, решать какие-то вопросы, но которым мы точно придем к вечности? Как не ошибиться в выборе спутника жизни? Вот какие качества важны для выбора спутника жизни? И я после этого хотел бы перейти к той теме, которую вот мы как раз и обозначили. А какие же качества Бог считает для нас самыми важными? Прежде всего, еще раз вас спрошу умудренных опытом людей. Есть идеальные люди на Земле? Или нет? Нет. Нет. Нет праведного ни одного. И Авраам, отец всех верующих, и герои веры, оказывается, и Давид, друг Божий, в оливиальной вере. Иаков победитель был запинатем в начале за атакой и тоже не всегда во всем поступал идеально. Как же найти такого человека, который будет действительно угоден Богу и правильный выбор для меня? Экклезиаз, да, не нашел ни одного. Верно. Знаете, друзья, я вспоминаю, что когда-то вот такой был момент, мы сделали в Бердянске маленький такой опрос. Спрашивали членов церкви и спрашивали людей на улице, на видео заснимали. Каким вы видите своего спутника жизни, будущего, избранника? Каким он должен быть? Какие качества важны? Вот вы бы как ответили? Каким бы вы хотели видеть своего избранника от спутника жизни? Верного, простого, радостного. Сейчас верного, простого, радостного еще. Хорошо. Нискриньего. Какого? Высокого, глубоклазого. Высокого, глубоклазого. Да, вот есть и какие качества. Для кого-то это важно, действительно так. Вы знаете, что интересно, мне понравился ответ нашей сестрички, члена церкви, которая вот очень мудро ответила. Она хотела сказать так, молодым людям совет дала, о том, что, знаете, молодые люди, идеальных людей вы не найдете в этой жизни. И ваш самый лучший избранник будет иметь недостатки. И вы это должны знать, помнить и видеть их, насколько можно сейчас. Но вот дальше вам нужно будет сделать выбор. у этого же самого хорошего, голубоглазого, высокого и обладающего этими качествами будут какие-то недостатки. Правда ведь? И вот ваша задача сделать выбор. С какими качествами ради других каких-то вы согласны жить всю жизнь, а с какими-то нет. Вот какие-то качества в приоритете должны быть. Правда ведь? Я помню, она всегда говорила, что, мне этот пример понравился, говорит, может быть, ваше избранник всю жизнь будет разбрасывать носки по дому. Ну, простите, ну вот такое вот. Ну вот ужасно, иногда кого-то доведет до кипения, но он никогда вас не предаст. И какие-то другие качества. И так, есть множество характеристик, но какие-то мы считаем самыми важными. Поэтому, наверное, самые важные, какие бы вы посоветовали молодым людям качества? Здесь уже без улыбок, а вот действительно важные качества. Человек, который знает Бога, вы согласны? Это будет включать в себя многое. Любит Бога. Это хорошее начало для того, чтобы среди таких людей выбирать того, кто может быть ближе к тебе по характеру, соответственного, как говорит Слово Божие. Правда ли? Итак, есть важные качества, но при этом ваш избранник все равно может ошибаться. Правда ли? И иметь недостатки, как и библейские герои веры. Но ради чего-то важного. Что-то Бог увидел в Навуходоносове. Мне очень нравится эта история глава, которую написал в святой книге Библии, которую писали святые божьи человеки. Одну главу написал царь Навуходоносов. Помните, Даниила? Я, Навуходоносов, рассказывает свою историю. Что Бог увидел в нем, тиране своего времени, безжалостном убийце, который, я не знаю, преступления совершил, военные, наверное, тоже. Сейчас отойдем от темы военной, я нечаянно ее затронул. Но Бог увидел нечто в нем, искреннее сердце, которое готово, если он пройдет некоторые испытания в жизни и поймет что-то важное, будет искренним христианином. Вот так и в нашей земной жизни тоже. Я хотел бы посоветовать и молодым людям, всем, кто выбирает спутника жизни, как там сказано, «Жена, боящаяся Бога», в конце фритчах сказано, достойно хвалы. Я думаю, муж точно так же, просто в той главе это очень удобные тексты, которые говорят о жене. Прежде всего, выбирайте человека, у которого принципиальные взгляды на жизнь соотносятся или соответствуют к Божьим. А уже характер, будете присматриваться? Любят там гулять, или любят петь, или любят рассказывать, или еще? На что обращают люди внимание прежде всего? Как он красиво поет, а как она красиво говорит? Ну, это таланты или нет? Это ничего не говорит о характере человека, правда ведь? Это дары, которые дал Бог. Но еще он добродетельный, Добродетельный, вот уже хорошая характеристика. Хорошо, друзья. Поэтому хотел бы сказать, это как иллюстрация, что среди нас, людей, есть люди, которые, ну, во-первых, нет праведного ни одного, и среди наших качеств характера есть те, которые важны и принципиальны, а есть те, которыми мы можем потерпеть. Ну, вот как мне в церкви сказали, он храпеть будет всю жизнь, да. Ну, простите, не всегда он виноват, может быть, в этом. Но у него есть важные качества. Какие качества самые важные для Господа? Вот как он оценивает нас? Искренних. Искренних. Верно. Верно. Хорошо, еще. Живей. Прощающий, любвеобильный. Трудолюбивый. Трудолюбивый, пожалуйста. Я выражу мысль. Когда мы счастливы, мы всегда добры. Это не нужно доказывать, что мы докажем. Но когда мы добры, мы не всегда счастливы. Вот здесь присутствует подвиг. Имеет доброе зерание ни на что. Ни на жертву. Ни на зерание, ни на что. Спасибо. Еще раз возвращаясь к тому, как же смотрит на нас Бог и оценивает Бог, который видит сердце. Что он видит? Римлянам 3.10. Помните? Нет праведного ни одного. И что он видит, глядя на нас? Самый достойный, который обижается, учит другого, или я, может быть, иногда на кого-то. Такой же самый грешник, как и тот, кого я осуждаю. Только какие другие. Хуже холючие изгороди, говорит, на кого-то провязывается. Итак, прежде всего, нет праведного ни одного. Римлянам 3.23. Помните, сказано? Все согрешили и лишены славы Божией. Вот мы на одном уровне. Там тут друг друга говорим. Знаете, я вспоминаю историю. У каждого есть свои понятия о честности, о благородстве. Когда-то прочитал историю, как два разбойника пришли в храм и решили его ограбить. И один пошел там по стенкам что-то собирать, а второй что-то там над кафедрой что-то хотел снять. Второй говорит, как ты мог? Он говорит, я обувь снял. То есть, у каждого есть свои критерии, но все мы грешники, друзья. Поэтому первое, на что хотел бы обратить внимание, есть качества, которые Бог хотел бы видеть в человеке. И которые будут определять нашу вечную участь и которые важны для нас сегодня. поскорбевши немного о ковиде или о чем-то еще, поговорим, может быть, в свое время немножечко об этом, но не потеряли главного. Сегодня война, и нам действительно тяжело, поговорили немножко об этом, поддержали кого надо, но оказывается не это главное, а главное то, что ждет нас впереди. И я хотел бы, чтобы мы не забывали, не потеряли из виду вот этого самого важного. Что самое важное? Пропуск в небо. А пропуском в небо может быть только наш характер, как говорит Дух Пророчества и Слово Божие, который мы должны приобрести здесь, на земле. Уже здесь, в этих трудных обстоятельствах, в болезнях, в военных неприятностях, трудностях, скорбях наших, мы должны стать такими людьми, которыми Бог хотел бы жить всю жизнь, скажем так. Чтобы нам не пришлось однажды сказать, глядя на кто у нас на вечной площадке будет жить на небе, и сказать, ну вот как с такими жить на небе. Пусть Господь дарует мудрость. И хотел бы, друзья, еще раз вместе с вами прочесть и запомнить вот те добрые советы, которые дал Господь своему народу. Вы помните, с чего Иисус начал свою земную проповедь, когда Он пришел на землю? Первое, как написано у Евангелиста, слова его проповеди. Там коротко было. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Но вот дальше самая большая его проповедь для собрания людей, когда собралась аудитория, может быть, вот как мы пытаемся трансферовать на большую аудиторию, Он, собравшись, начал проповедовать им на первый взгляд простые, но вместе с тем важные истины. И немножечко по-другому, чем они раньше это понимали. Евангелие от Матфея, пятая глава. Давайте вместе с вами вспомним. Заповеди блаженства. Мы их называем заповедями блаженства, а Христос говорил просто. И вот когда Иисус, пришедший на землю, начинает свою проповедь с того, что рассказывает об этом, значит, это очень важно. Значит, это первые фундаментальные какие-то истины, которые должны быть у каждого человека, прежде чем мы будем совершать служение, петь и орать, участвовать в школе, сборе, строить церковь и так далее. Итак, блаженны нищие духа, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Вы бы хотели жить с такими людьми? Ну, в общем-то, да. Можно говорить, да, что не у всех есть высокое образование, не все умеют петь, не каждый еще имеет какие-то таланты, но жить с такими людьми это было бы прекрасно. И вот давайте еще раз несколько мыслей повторим. Блаженны нищие духа. Если есть у кого-то, может быть, в мобильном телефоне перевод современный, перевод кулаковый, иногда там очень интересные обороты. Блаженны нищетой духа своего томимые, может быть, еще. Вы можете прочесть, если у кого-то на готове есть. Счастливы люди, которые понимают, что им нужен Спаситель. Счастливы люди, которые осознают, что в этот момент, когда я осуждаю другого, я больше всего имею проблемы, может, на самом деле. Счастливы те люди, которые понимают, что они от Бога зависимы каждую секунду. Знаете, вот я вспоминаю, Христос однажды взял дитя, привел его и сказал, вот если будете, как это дитя, обойдете в Царство Небесное. А что в цем дитя было такое хорошее или такое доброе? Доверие. А есть такие вредные? Умолитесь. Знаете, вот я тоже хотел бы обратить внимание на эту мысль. У ребенка есть одно, особенно у маленького, осознание того, что он все-таки ребенок, и он не может того, что могут сделать взрослые. Что он нуждается, и он понимает свое место и положение. Все-таки, какой бы он самый хороший, он дитя. Поэтому для нас, наверное, вот это качество очень важное. Нищета духа. Это осознание того, что я постоянно от Бога зависим. Если я не живу с Ним, если я вообще забыл мысль о том, что я грешник, то это уже поражает. Блажение. То есть счастливы в этой жизни, в небесной жизни, те люди, которые помнят о своей нужде Бога. нищие духом. Не просто нищие, духом. То есть у кого есть нужда в духовном, поиск в духовном. Следующее, помните, друзья, блаженные, плачущие, ибо они утешатся. Что-то интересное, какая-то характеристика, помогите мне. Вы, наверное, хорошо знаете эту историю. Это что, в Царстве Божьем одни плаксы будут, и вообще такие вот плаксивые люди, получается, они вот такие хорошие, нет? А уверенные, спокойные, вот такие вот. О чем речь идет здесь? Как-то, по какой причине. Скорбеть, плакать от своей интересов, что от своей интересов. Спасибо. Смотря по какой причине, действительно, люди, которые свою греховность осознают, искорбят они. Помните, как в Священном Писании сказано однажды, чтобы ангел прошел и сделал особенную метку. о тех грехах, которые скорбят о прошедшем, да, о грехах, которые происходят вокруг. И о своих, да, да, и это приносит им боль. То есть, это их реакция на грех. Скорбеть о том, что, ну, прежде всего, в своем сердце. Потому что, это очень человеческая черта. Сейчас учить там кого-то с заднего ряда, не глядя на самого себя. Итак, блажены, плачущие, не силою меча, утверждающие Слово Божие, не каким-то образом другим, а люди, которые понимают, что только обращение к Богу, их, мы вообще, хотел бы вас спросить, вот скажите, может ли человек привести другого к Богу? Провокационный вопрос. За руку взять можно. За руку взять. Спасибо, Михаил Петрович, что понимает, что я хотел сказать. Изменить сердце может только Бог. А наша задача напомнить, позвать, может быть, когда-то за руку, но помнить, что это делает только Господь. Блажены, плачущие, которые понимают, что мы своими силами не можем сделать ничего. И только лишь наш вопль, наше плач, наша молитва к Богу, который может это сделать, он действительно совершает это служение. Блажены кроткие, ибо они наследуют землю. Вот скажите мне несколько слов кротких. Что это за качество? Это такой терпила, как сегодня в мире говорят, который все терпит или нет? Что это за качество? Блажены кроткие. Это Моисей после этого как вас на вес успели. О нем так сказано, Михаил Петрович, как это проявлялось? Однажды рассказывают историю, был такой мудрец, эпиктет, он был рабом. Понравилась эта история, и его хозяин бил. И вот он был такой кроткий, ну я не знаю, это та ли кротость, которая нужна нам или нет, вместо того, чтобы что-то возразить, он говорил хозяину, когда бил его палкой, осторожней, ты можешь сломать мне ногу. Ну тот бил и так и сломал ему потом ногу. Что за кротость? Какой вид кротости Бог ожидает от нас? Может быть это абсолютное соглашательство со всем? Нет. Нет. Что именно? Это когда мы не воздаем злом за злом. Это когда вокруг, в моем сердце не рождается ответное, глядя на зло этого мира, ответное чувство. это когда мы реагируем миром и несем вокруг себя миром. Вот здесь дальше будет о миротворстве еще характеристика. Кроткий человек, кроткое слово отвращает гнев. Так ведь? Мудро, терпеливо, с любовью реагируем на все то, что Бог позволяет нам пройти в этой жизни. А позволяет ли он трудности пройти? Люди, харьковчане, живущие во время войны, скажите, разве нет? Конечно же, да. Конечно же, непросто. Как при этом оставаться кротким? Итак, пусть Господь поможет нам. Господь говорит, что счастливы. И вот такие люди в Царстве Божьем займут особое место. Они достойны Его. Следующая характеристика. Блажены алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Вы хотели бы правду или праведность обрести? Ну, вроде бы, да, вроде бы, про всех. О чем где речь? Алчущие и жаждущие. Вот что такое алкать? Это, наверное, такая, ну, высшая степень жажды и желания есть. Я вспоминаю тот пример всегда, который когда-то рассказывали на ивановских программах. Однажды к одному мудрецу пришел молодой человек и спросил, я очень хотел бы найти бы мудрость. он посмотрел на этого молодого человека и сказал, иди за мной. И повел его за собой через весь город, привел его к морю, реке не помню, они вошли в реку. После этого мудрец схватил молодого человека, ты, хочешь, найти мудрец, мудрец и стал топить. И когда тот уже задыхаясь вырвался и выскочил, мудрец ему сказал, когда ты захочешь найти истину вот так же сильно, как сейчас хотел дышать, ты найдешь. Блаженные, алчущие, жаждущие правды, не только в субботу, не только на уроке субботней школы, а когда я действительно хочу познать волю Божью, хочу поступать по ней верно и истинно, если я этого хочу так сильно, как дышать, тогда счастливы люди, которые алчут, каждым блажен человек, живущий всяким словом, исходящим из уст Божьих. Помните слово Божие говорит нам? Вот если я этим живу, я тоже нуждаюсь в этом точно так же, как и вы, я такой же грешный человек, тогда, если есть это у меня, я буду жить на небе. Ну, по крайней мере, у меня есть шанс иметь это качество, которое Бог точно желает видеть воскутник. Блаженны милостивые. Что это такое? Милостивые люди, это какие? я занял у вас сто рублей пять раз, пришел шестой, помилуйте меня, вы же верующие. Прощающие, да, ну вот помиловать или нет такого человека? Что вы скажете? Нет, добродетель должна быть с рассудительностью, либертолюбия, да, все правильно, но милостивый человек, который готов сделать добро, можешь, сделай, если ты можешь что-то все-таки постарайся, как тебе тяжело и неудобно. И вообще помните, что такое жертва? Жертва это не то, что мы перебрали свой гардероб, посмотрели, ой, шапка уже не модно, отнесу к церкви. Это жертва? Нет. А жертва, когда я думаю, эх, я бы ее носил еще, но отдам брату, что ему нужно. Блаженны, милостивые люди, которые готовы ради других, понимая, зная это, отдать что-то свое, пожертвовать своим, счастливы, такие люди, да, на первый взгляд, им тяжело, да, на первый взгляд, они лишаются чего-то, им может быть и физически, и морально тяжело где-то, но пусть Господь благословит, чтобы мы, были милости луны. Я не дочитал этот текст. Здесь сказано, ибо они помилованы будут. Если вы страдали, терпели, лишали себя чего-то, ради того, чтобы помочь другим людям, проявить милость кому-то, знаете, однажды Отец Небесный, а может быть не однажды, вспомнит это, когда это коснется лично вас. Блаженны, чистые сердцем. Ибо они Бога узрят. Блаженны, чистые сердцем. Вы видели людей с чистым сердцем? Только не на фамилию называй. Это вопрос для размышления. Что это за характеристика? Человек с чистым сердцем. Свободы от греха, наверное. Это идеальный вариант, где же такого вы видите? Ну как, Христом родиться, получить. Да, кроме Христа, ну да. Блаженны, чистые сердца. Вы вообще можете отличать, человек с чистым сердцем или нет вокруг вас? Опять же, только сердце, говорят, пусто. Спасибо. Может быть, не всегда мы можем сказать, что он чист, но иногда побуждение его точно можно охарактеризовать как нечистый. Вот если нечист, то это будет видно, правда же? Еще не факт, что у него... Чистым сердцем. Сегодня в жизни, знаете, вот особенно в наше время, в мире, в котором мы живем, я вспоминаю тоже еще одну программу евангельскую, на которой рассказывали, как один миссионер проповедовал где-то далеким племенам, и он очень хотел перевести на их язык Евангелие. Он жил, изучал язык, он беседовал с ними, и вот однажды он дошел до той истории, уже рассказывал Евангелие до того момента, где Иуда предает Иисуса Христа. И вот чудо, эти люди оживились, обрадовались и начали так вот цепать языком с пониманием, потому что в их морали оказывается обмануть кого-то, очень удачно что-то сделать, как сегодня говорят это в мире, это высшая добродетель, вот это у них ценилось. Может быть, такие люди, но Бог говорит, что чистые сердца в Боговом взгляде, блажены, чистые сердца. Ну что, что за люди, скажите, друзья, чистые сердца, какие? Знаете, вот есть люди, которые глядят на тебя, вот я всегда представляю, не знаю, грешный я человек, у меня другие недостатки, но вот это мне трудно перенести, которые тебе улыбаются, а сам думают, что бы с тебя получить? Да, 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 хорошо, 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 когда меня смотрят, либо как в прошлом уроке субботней школы, лишь бы у тебя запястье, золотой браслет такой уже загорелся, как в лаванном мысли, сразу побежали уже, может быть, что-то другое, а какая у вас машина, у вас машина есть, к примеру говорю, а, так вы еще и получаете, хорошо, тоже хорошо, и эта улыбка почему-то вызывает у тебя сомнения, бывает такое, друзья. Хорошо, не хотел бы никого осуждать, давайте будем молиться о том, чтобы я и вы такими никогда не были. Друзья, все то, что мы говорим, легко видеть в других людях, пусть Господь поможет это увидеть в своем сердце, или сделать все, чтобы не увидеть. Блаженно чистые сердца, искренние люди, которые не ищут своего, которые не ищут корысти, которые не пытаются обмануть, а которые хотели бы, если посочувствовать, то посочувствовать, если порадоваться, то порадоваться, если могут помочь, то могут это сделать. Как хотите, да, поступайте, да. Ну и вот девятый еще текст Матфея говорит «Блажены миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Когда сегодня современный молодой человек слышит слово «миротворец», 50% я уверен, что они вспомнят фильм «Миротворец» или еще что-нибудь такое. «Миротворец» — это голубые каски ООН, ВСЕ или еще что-то. Но об этом ли говорит Господь? Миротворец. Человек, который может чем-то поделиться. Вот он не просто пришел, так, тихо, я пришел сегодня мирить, тихо, а ну все, деть на пороге. Нет. Человек, у которого мир в сердце, и он этот мир распространяет вокруг. Вы помните, когда человек долгое время приводит с Господом, у него мысли меняются. Христиан стали называть христианами, почему? Да они о нем только и говорили. Помните, Моисей побыл с Иисусом на горе, подскажите, сколько? 40 дней. Спускается, а у него лицо светится. Вот от того, что он с Богом пообщался, он меняется сам. Человек, у которого Господь в сердце, у которого мир в сердце будет распространять этот мир вокруг. Не обязательно он будет говорить, вы курить перестаньте, может быть еще что-то. Но это человек, у которого люди почувствуют любовь, искренность, желание помочь и о том, что это действительно Божий человек. А таким может быть любой от нас, если мы живем и размышляем о нем. И тогда, знаете, я тоже вспомнил на несколько примеров, когда люди рассказывали, знали, что человек верующий, кажется, ничем это не проявлялось. А вот матюкаться, говорит, при нем перестан. Не можем, говорит, как-то мы в твоем присутствии. Вот пусть Господь поможет, чтобы в нашем присутствии, если это действительно Господь в сердце, зло в госсамах. И будет оно начинаться с того, что добро видно в моем сердце. Об этом будем молиться. Но еще несколько мыслей хотел бы сказать. Итак, Иисус сказал, какие люди, какие люди для Него дороги, каких Он хочет видеть на небе, какие, я уверен, и здесь, на земле. Мы с удовольствием хотели бы иметь такого друга. Но кроме того, что мы добрые, терпеливые, любящие, наверное, очень важно еще одно качество. Вы помните, что сказал мудрейший на земле человек, экклезиаст. В конце своей жизни, так исследователи говорят, он уже говорит, я исследовал все, все перепробовал. И вот итог. Выслушаем сущность всего. Вот много говорили, много книг исписано. А самое главное, бойся Бога и заповеди его соблюдают. Что такое бояться? Ну как это, бояться Бога? Это бояться быть виновным. Ну бояться быть виновным, правильно, потому что больно будет, да, может быть? Не только, как говорит, что он верно. Это не стоит правильной жизни. Вот я боюсь, у меня очень дорогой телефон, я боюсь, чтобы он не упал и не разбился. Почему? Я его люблю. Он очень дорогой для меня, да, к примеру. Или я боюсь поцарапать машину, я боюсь, чтобы у меня дом там, ремонт или еще что-то. Я боюсь. Я боюсь, что Господь всегда видит все. Не причинить боль Господу. Не причинить боль человеку, которого ты любишь, Господу. Итак, выслушаем сущность всего. Бойся так, Господа. Старайся, чтобы он не огорчился. Потому что ты действительно любишь и дорожишь его. Друзья, пусть Господь поможет нам. Это и просто, и очень непросто. И Соломон говорит, вот в этом все. Вот если ты так будешь жить, если ты будешь смотреть на Господа, и будешь спорить ни о чем-то другом, ни размышлять о чем-то, проводить время именно размышляя о нем, то ты сможешь быть победителем. Еще одно качество, хотя вы его уже называли сегодня, но я хотел бы подчеркнуть, потому что мне оно нравится. Апостол Павел в 1 Коринфянам 4.2 говорит, от домостроителей требуется, что требуется от христианина, чтобы выйти в Царство Божие? Много проповедовать. Разносить пригласительные. Построить красивый дом. Ну, не знаю еще что. Помогать бедным. Диагонской работе вообще. Что? Останься верным. Верным тому, что тебе открыто. Ты можешь не быть рекордсменом, а тебе не будут говорить весь мир, но ты останешься ему верным делать то, что ты можешь. Верным в сердце. Верным в жизни. Верным в малом. Верным в малом. Итак, от домостроителей требуется, чтобы оказался верным. Ну, и, наконец, последнее, друзья, без которого, наверное, невозможно говорить о Божьем качестве. А Христа будут окружать те люди, которые похожи на Него. Правда? Не могут там быть люди другими. Какое же качество самое важное? Два библейских отрывка от текста, которые говорят, Колоссянам 3,14. Более же всего облегитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. То есть, вот все эти качества добрые, которые вы хотели бы сказать, будут видны в настоящей христоподобной любви. Любовь или любовью в мире называют многое, разное. Вы крокодила видели когда-нибудь? Доброе животное. А для кого-то он любящий отец. Вот и такое вот есть, может быть. Пусть Господь поможет, чтобы Христова любовь была видна в моем сердце. И тогда мы можем понимать, если я люблю и смотрю на мир так, как смотрит Господь, то это уже говорит о том, что это качество совокупности совершенства. Ну и 1 Петра 4,8. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу. Потому что любовь покрывает множество грехов. И у меня, и у вас множество грехов. Но если вы будете иметь Христову любовь, то это качество покроет множество грехов. И что это за индульгенция такая христианская? Вот любовь есть, и там уже все покрыли. Большая любовь, множество грехов. Потому что она не позволит этим грехам жить в сердце. Не просто покроет на суде, она в этой жизни уже изменит вас. Каких людей любит Бог? С какими людьми вы хотели бы жить на небе? Ну не знаю, может быть нам предстает перед глазами лучший певец, лучший организатор, лучший проповедник, лучший толкователь, лучший, кто-то еще. Это хорошо. Но для Бога эти качества не так важны, как то, что в сердце у человека. Поэтому хотел бы сегодня, друзья, молиться о том, чтобы Господь помог мне и вам. Помните об этом, не забывайте это. Приложить все усилия, как сказал Петр, то вы, прилагая к всему все старания, могли становиться с Божьей помощью такими людьми. Пусть Господь благословит нас в этом. Давайте об этом помолимся. Отче наш, Сущий на небесах, благодарим и славим Тебя, Господь, за то, что Ты сегодня благословляешь нас, за то, что Ты любящий, милующий, долготерпеливый, за то, что Ты, Господи, не прощаешь и не уменяешь беззаконие, за то, что Ты ждешь, Господи, за то, что Ты есть любовь. И Ты очень хотел бы нас взять к себе, Господи. Помоги нам быть похожими на Тебя. Пусть Дух Твой Святой коснется моего сердца, следес моих братьев и сестер, чтобы мы могли быть в этом мире светильником, светом для окружающих. Не столько о информации, сколько о Божьей любви прежде всего. Пусть Господь благословит нас в этом, потому что просим этого во имя Его, ради Христа. Аминь. Мы благодарим наших зрителей сегодня. Я передаю брату Валерию слово, а здесь в церкви у нас еще продолжится служение. Спасибо.